Наш телеканал подводит итоги уходящего 2022 года, представляя вниманию зрителей обзор наиболее ярких событий, произошедших в стране и области. С 3 января в стране начались митинги, которые переросли в террористические действия. Протесты начались в газодобывающем городе Жанаузен на западе Казахстана, но 3-4 января перекинулись на Алматы и другие города страны, в том числе и нашу Казларду. 7 января власти Казахстана сообщили о восстановлении порядка в стране. 11 января Алихан Смаилов был назначен премьер-министром Казахстана. 7 апреля Нурлубек Налибаев был назначен Акимом Казлардинской области. 4 мая подписан указ президента Казахстана об образовании новых регионов страны – Абайское, Житсусское и Улутаусское. Указ официально вступил в силу 8 июня. 14 июня президент Казахстана Касымжом Артукаев подписал указ о создании национального Курултая. Председателем Курултая стал президент страны. Его заместителем назначен госсоветник Ерлан Карин. Наш земляк Сабит Шонтахпаев отличился героизмом в городе Астана. Он спас трехлетнюю девочку от падения с восьмого этажа. 1 сентября Касымжом Артукаев выступил с посланием народу Казахстана, в котором предложил ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью 7 лет без права переизбирания. Наша область в этом году лидировала по привлечению инвестиций. Стекольный завод начал выпуск первой продукции. 2 сентября группа депутатов мажориста парламента Казахстана Жанра Казахстан предложила вернуть в столице республики прежнее название Астана. 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. На пост президента претендовали 6 человек. Касымжом Артукаев победил на выборах с 81,31% голосов. Итоговая явка на выборах составила 69,44%. Избирательные бюллетени получили 8,346 человек или 69,44%. Строительная отрасль области бьет рекорды в жилищном секторе. Объем строительства по сравнению с прошлым годом вырос на 121%. 22 декабря президенты Казахстана и Узбекистана подписали договор о демаркации границы. На этой же встрече Аким нашей области и Хаким на войско области подписали специальную дорожную карту двустороннего сотрудничества. 23 декабря президент принял участие в открытии мемориала Тахзам. Президент в своей речи подчеркнул особую роль мемориала для всего народа Казахстана. «Наш общий гражданский долг – защищать мир и спокойствие страны и единство народа. Для меня, как президента страны, это священный долг. Только в мире и согласии мы сможем достичь поставленной цели», – заявил глава государства. Поэтому мы всегда будем помнить о трагическом январе и его невинных жертвах.